МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компания Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите уготым выпуском. Выбор сделан. Огучены имены депутата у Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 7-го скликания. Ещё один спортивный объект у кроковой доступности. У Гомеля завершается будовництво нового спорткомплекса. Самое пригожее и харизматичное у Будока Шалёва пройшел кастинг на МИС Беларусь 2020. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Свободна и прозристо. Такую оценку выборам у парламент дали международные наглядальники адмиссии СНД, які працавали у Гомельской области. Своими уражениями они поделились подчас брифингу, який отбылся у Гомели. У нашем регионе за ходом выборов сочили 59 международных назиранников адмиссии краинца дружности незалежных держав. Яны працавали во усіх выборчих округах. Саправдная свята. Так представники СНД характеризовали сами выборы. Накроме того, яны адзначили максимальной открытости, прозристость выборчого процессу. Не застався без уваги профессионализм членов выборчих комиссий. Мы посетили много избирательных участков. Самое главное – высокая организация этих выборов. Там очень подготовлены люди, члены комиссии. Все прошли тренинги. Они высокопрофессиональны. Они очень качественно, оперативно работают. Все это даже можно учиться у вас. Выборы у палату представников национального схода в нашем регионе были признаны отбывшимися по стане на 15-00-17 листопада. По попередних дадзинах, подчас дотерминового голосования в основный день в нашем регионе своим правом воли выявления скорыстался крыху больше за 81% зарегистрованных выборщиков. Это третий показших по республице. По словах старшини Гомельской областной выборчей комиссии Алексея Неверова, выборы проходили спокойно. Скаргов и за уваг не поступало. Гомельская областная избирательная комиссия жалоб каких-либо замечаний от избирателей либо наблюдателей не поступало, от кандидатов в том числе. Единственное, что только в 17 числа были звонки от избирателей организационного характера, я бы сказал. Кто-то уточнил свой избирательный участок, кандидат, за которого голосовать. Но это нормальный рабочий момент, который есть на каждых выборах. Поэтому я считаю, что все в рамках дозволенного и законодательства. По попередних дадзинах от Гомельской области в палату представников национального схода выбраны 17 человек. Их имен и прозвищи зараз вы бачите на своих экранах. Кончатковые выники голосования будут подведены в ближайшие дни. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В Беларуси подводят выники выборов депутатов в палату представников национального схода. Отбылось посяжение комиссии Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Тут зарегистровано 67 тысяч выборщиков. У основный день выборов и детерминного проголосовали безмалога 44 тысячи человек. Выборы по окрузе признали отбывшимися. У списка кандидатов было 6 человек. Крихубоч за полову голосов у Андрея Злотникова. На посяжении комиссии ее натримал посвящение депутата палаты представников. За все время агитационной кампании, сбора подписей, работы досрочного голосования в день основных выборов ситуация была достаточно стабильная. Работали все очень и очень активно. Каждая структура, которая была задействована в выборах здесь и участковая комиссия, и сами кандидаты, конечно, наблюдатели. Сегодня началась отправка призывников в Узбройные силы Республики Беларусь. Сегодня до конца листопада с областного сборного пункта в войсковое формирование будет накировано около 2,5 тысяч представников региона. Наши корреспонденты наведали мероприемство, примиркованное до Восиньского призыва. В первой парте призывников, которые накироваются в Узбройные силы, около 240 человек. Некто будет служить у элитной пятой бригаде специальных призначений. Некто с початку оволодая военной специальностью в учебном центре. Опошний так званный контрольный медицинский огляд – обовязковая процедура перед отправкой в армию. На жаль, здоровье у многих молодых людей далеко не идеальное. С уликом того, что сучасная медицинская диагностика находится на высоком узровне, хворобы выявляются вельми часто – от захворывания сердца до сколиозу. В настоящий момент при прохождении медицинского освидетельствования наших призывников из 100 человек, если взять, которые направляются для прохождения медицинского освидетельствования, всего лишь процентов 40 ребят проходят медицинское обследование и годны для прохождения срочной службы. Из этих призывников идет и комплектование вооруженных сил и других формирований. Перед початком урочистых мероприемств – майстер-класс для призывников от военного комиссара Гомельской в области Андрея Кривоносова. Занятки по строевой подрыхтовцы хоть и проходят в жартовой форме, но свечут об наявности достатково значной проблемы. Шмот кто с призывников до службы в армии элементарно не подрыхтованы. Отримливать необходимые навыки придется в первые месяцы службы, и это будет не просто час. Иншая справа, что молодые люди до этого готовы, во усилляком разе – морально. По подтверждению чему такая личба. С 2017 года колькость так званых уклонистов у Гомель скратилась больше как вдвоя. Определенный процент всегда уклоняется от мероприятий призыва. Вместе с тем, соответствующие меры к ним принимаются, но это достаточно небольшое количество от общего количества призываемых граждан. Непосредственно святочное мероприемство, присвященное отправцу призывниково-узбройные силы – это построение с наказами от гостей. Ибо да и самое головное – урочистое обязанное. Клянусь овучиться в военной справе належным чинам, шановать войсковое братерство, допомогать слабым, поважать годность усих военнослужащих, ханариться своей приналежностью до армейской семьи, ханариться своей малой родимой – Гомельщиной. Это еще не официальная присяга, но призывник с Речицей Глеб Лазаренко будет памятать об этом обязанне зауседы. До службы у армии он мотанекерован рыхтавался на протягу 10-ти годов. Еще в 8-годовом взросле Глеб стал членом Речицкого военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки «СКИФ». Парашютно-десантная подготовка, штурмовая подготовка, водолазная подготовка, тактика специальная. Да, действительно, у некоторых ребят возникает сомнение по поводу службы в армии, возможно, некоторые страхи, но я думаю, что это в порядке вещей. Каждый уважающий себя гражданин Республики Беларусь обязан отдать свой долг родине. Алексей Нтеромар и Неджалая, Валерий Гапанько, телерадо и компания «Гомель». В Беларуси створен оперативный запас природного газа – свыше миллиарда кубометров. Зараз завершается его запамповывание в подземное сховище. У краяне их три. Самое буйное – Мазырское. Палево поступает сюда с магистрального газопровода. После очистки необходимых вымирений его запамповывают под землю. С помощью этих объемов газотранспортная система краяны может работать безперебойно перед так званых пиковых нагрузок. БХГ является гарантом гарантом того, что в случае каких-то нештатных ситуаций резкого похолодания, резкого потребления природного газа, как раз они и компенсируют вот эту неравномерность. Поэтому газа будет в трубе хватать, как всегда, всем. То есть, как зимой, как летом это было точнее, так будет и зимой. В Беларуси периодом аномально высокого споживания газу звычайно лечится 14 дней. На приконце студента – початку лютого. Для сравнения, только Гомельская область в этот час споживает около 25 миллионов кубов за сутки. Это, прикладно, в четыре раза больше, чем звычайно. Подарунок Гомелю до Нового года. У областным центры на приконце 2019-го открыть шматпрофильный спортивный объект. Узводится он в Советском районе на базе стадиона «Промень». Готовность комплексу – 85%. Усе агульнобудовничные работы повинны завершиться до конца года. Зараз у центра уваги монтаж надиманного футбольного манежа. С подробностями Яугиня Кухаронак. Победавать крытые футбольные манежи у каждого областного центра до ручения президента краины. Белые куполы-мембраны уже узведенные над полями у Минску, Брести и Гродно. Уникальность Гомельского манежа. Наявность трибун на 500 глядацких местах. Их установка пошнется, коли над штучным газоном площадью у 9200 квадратных метров изнимется купол-мембрана. Дарыша Давыдворцына Димана Гадаха еще под час проектования был предъявлен широк потребований по безпецы. Технологически сделано таким образом, что он будет состоять из двух мембран внешне и внешне, и вот в это пространство будет постоянно подаваться горячий воздух. То есть вы видите уже смонтированные газовые установки, которые будут подогревать воздух. И вот эта разница температур, она не будет позволять скапливанию снега. Более того, здесь уже используется система антишторм, которая не будет позволять раскачивать либо каким-то образом атмосферно влиять на манеж. И помимо всего этого будет внутри смонтированной системы безопасности, которые не будут позволять опускаться манежу в тех местах, где будет скапливаться большое количество людей. Манеж належит в Гомельской детячей спортивной школе номер 6. Сегодня у нее научается коля 600 юнаков и девчат по трех специализациях. Плавание, легкой атлетицы и кулевой стрельбе. С уводом о эксплуатацию крытого поля тут открыть отделение футбола и наберуть не меньше за 100 новых наученцев. Обновленный комплекс дозволит снять спортивный рух Гомеля на новый уровень. Максимально расширяется спектр тех услуг, которые можно оказывать. То есть у нас помимо того, что есть спортивные залы, у нас есть натуральное футбольное поле. Обновилось покрытие на легкоатлетических дорожках, которое позволит проводить спортивные мероприятия по легкой атлетике республиканского уровня. Также у нас обновленные площадки многофункциональные по заверениям Федерации футбола республиканской. В следующем году, в 2020, нам дадут еще одно тренировочное футбольное поле, искусственное, размером 60 на 40. Шматпрофильный спортивный комплекс будет открыт не только для профессионных спортсменов и наученцев школы, но и для всех маторов спорта и здорового глада життя. Серый думал, уличить потребования безопасности и поддерживать правила внутреннего распорядки установки. Евгения Кухаронак, Василия Сепцов, телерадио компания «Гомель». Подрыхтовка до Нового года началась. На площади Ленина в Гомеле стартовал монтаж головной елки в области. Как и ранее она будет штучной. Сейчас сбирается металличный каркас. Позднее на им появятся тысячи елочных галинок. Завершальным этапом станет пригоживание новогоднего древа, светловой иллюминации и цацками. Заяточными огнями зеленое пригожение зазяет в середине снежня на урочистом открытии. Стартовал районный отбор на самый престижный конкурс пригожостей «Мисс Беларусь-2020». У Будока Шалева свой выбор уже сделали. Претендентки на корону первой пригожения демонстрировали свои таленты в актовой зале Центрального Дома культуры. Заявки на з'их двюх альбо трех удельниц. Головные потребования до девчон не изменились. Уз роста от 18 до 24 белорусское громадянство рост не ниже за 174 сантиметры. Конкурсантка не может находиться у шлюбе, альбо выховывает детей, а на ее теле не повинно быть статуировок и пирсингом. Если где-то та или иная девушка будет выходить за пределы этих параметров, но она будет яркая, красивая, артистичная, то мы, конечно, тоже рассмотрим. Времени очень много потребовалось для подготовки, но самое главное сейчас это уверенность, хорошее настроение, улыбка и настройка. Я волнуюсь, я не могу сказать, что я победительница. Я не теряю надежду, что я могу победить, но волнение превыше. После того, как самую пригожую девушину выберут у все районы, отбудется региональный отбор. Финал национального конкурса пригожости пройдет в мае в Минску. Пераможцы отрымая право представлять Беларусь на международном узровне. У Гомеля вызначили самых финансово-письменных школьников. Областный этап республиканского конкурса пройшел у педагогичного колледжа имя Выгоцкого. У им удельничали больше за 70 школьников и гимназистов из всего региона. Задания включали тестовые пытания по таких темах, как особистые финансы, личбовый банкинг, деятельность Центрального банка, Чему Центральный банк державы не друкует столько грошей, кольки хотел бы каждый гражданин. Лепши выни конкурсу гомельчанина Алексея Даниленки, який набрал 88 баллов со 100 махчимых. Другим стал 11-классник Светлогорской гимназии Назар Бордак. Тройку лидеров замкнул в учень Будакашалевской гимназии Вадим Козлов. Зараз хлопцы рыхтуются до республиканского этапа. Он пройдет 13-го снежня в Национальном банке Беларуси. Зараз для гомельского автовокзала водителям треба звертать особливую увагу на знаки и разметку. Это связано с изменением тут организации дорожного руха. Теперь сбоку улицы Шаученки по улице Куршатова уздов территории парковки организованы однобаковый рух. У отворотный бок ехать можно только направо у бок улицы Шаученки. На этом участке дороги сейчас находится новый светлофорный объект, благодаря которому рух транспорта и пешеходов стал регулируемым. Выезд от автовокзала был нерегулируемый и при движении транспорта создавались угрозы для безопасности дорожного движения. Также пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, что также подвигало их опасности и создавались предпосылки для наезда на пешеходов транспортных средств. Час стать прикметным с завтрашнего дня на территории Гомельской области под такой назвой стартует акция Держаутоинспекции. Я им это нагадать об необходимости использования светлоотбивальных элементов, потому что наезды на пешеходов, не обозначенных в темный час суток, застаются основной причиной гибели людей на дорогах. За 10 месяцев этого года на территории Гомельской области отбылося 133 дорожно-транспортных здарений с отделом пешеходов. Загинули 22 человеки. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев Здравствуйте. Был раздосадован проигрышем и пошел на преступление. Гомельчанин сделал ставку в букмекерской конторе посредством платежного терминала, а позже взломал его и украл все наличные деньги. 15 ноября рано утром директор Гомельской организации, в пользовании которой находится платежный терминал, расположенный в фасадной части здания продовольственного магазина по улице Давыдовской, позвонил милицию и сообщил о взломе купюроприемника. Преступление было совершено ночью и довольно варварским способом. Оперативники уголовного розыска вышли на 37-летнего жителя областного центра. Оказалось, что накануне он сделал ставку через терминал в букмекерской конторе, а после проигрыша решил вернуть деньги и взломал устройство. Мужчину задержали. По данному факту следователи возбудили уголовное дело за кражу. Это не первая попытка хищения денег из данного терминала. В начале 2018 года был зафиксирован аналогичный случай. Тогда оперативники тоже установили и задержали подозреваемых. По линии ГАИ воскресный день прошел спокойно, однако ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий был зарегистрирован в субботу. Около половины 10 утра 40-летний водитель, двигаясь задним ходом на Вольцвагене по дворовой территории дома 93А по улице Советской Вречицы, совершил наезд на 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Она получила телесные повреждения. Водитель сначала предложил отвезти ее в больницу, но получив отказ, покинул место происшествия, не сообщил о нем в ГАИ. Позже самочувствие женщины ухудшилось, и она обратилась за помощью в больницу, откуда и поступила информацией о происшествии в районную инспекцию. В ходе операционно-розыскных мероприятий водитель был установлен сотрудниками отдела ГАИ Реческого РОВД. Сейчас проводится проверка. В Рогачевском районе около 17 часов на пятом километре автодороги Рогачев-Модора-Кистени столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Водитель автомобиля Альфа-Ромео при осуществлении обгона попутно двигавшийся транспортного средства не убедился в безопасности своего маневра, а также не учел погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате столкновения водитель автомобиля Альфа-Ромео получил телесные повреждения и был госпитализирован. Если поведение несовершеннолетних остается без присмотра взрослых, риск попасть в неприятную ситуацию для ребенка значительно повышается. В этом убедились родители двух девочек подростков 14 и 15 лет. 17 ноября в 18.22 в реанимационное отделение Гомельской областной детской клинической больницы со двора одной из девяти этажек по проспекту Октября доставлены и госпитализированы две учащиеся одна лицея, другая средней школы. Девочки проживают в разных концах города. У них диагностирована острая алкогольная интоксикация, тяжелой степени переохлаждение. Сейчас они находятся в бессознательном состоянии. Медики предпринимают все усилия, чтобы спасти им жизнь и здоровье. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства произошедшего. Родители просят контролировать своих детей и всегда знать, где они находятся и чем занимаются. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Триумф гомельских спортсменок в Гватемале завершился Кубок Мира по фехтованию среди юниоров. В финале состязаний по фехтованию на рапирах сошлись сестры-близняшки из Гомеля Яна и Анна Андреенко. В напряженном поединке сильнее была Яна и завоевала золото. Анна примерила серебряную медаль Кубка Мира. Отмечу, что это первый подобный успех в истории гомельского фехтования. Обе спортсменки воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Все побеждают. Завершилась игровая программа девятого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ воспользовалась осечкой столичного дорожника в поединке с ВРЗ и вернулась на первую строку турнирной таблицы. Железнодорожники со счетом 3-0 обыграли Динамо БНТУ и отодвинули команду Валерия Дасько на вторую строку. ЦКК также поправил свои турнирные дела. Светлогорская команда в Гродно одолела УВД Динамо 4-2. ЦКК переместилась на восьмое место. Гомельская дружина в ВРЗ в девятом туре напомню обыграла дорожник 4-1 и располагается на пятом месте в таблице чемпионата. Очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге удачно сложился только для одного представителя нашего региона. Гомель на выезде без видимых проблем расправились с соперником. Шайбы Жуковского, Зайчика, Семочкина, Ревенко и Дубль Серегина обеспечили гостям победу со счетом 6-2. Гомельчане на пятом месте в турнирной таблице Жлобинский металлург располагается строкой ниже. У команды Эдуарда Валиулина соперник был куда серьезнее столичная юность. Волки смогли отыграться уступая 0-2 однако все равно проиграли столичной дружине 2-5. Все решится в последнем туре. Гомельский локомотив и Брестский рух продолжает борьбу за третью строку чемпионата страны по футболу в первой лиге. Бронзовый призер, напомню, получит шанс через стыковые поединки попасть в элитный дивизион. Место высшей лиги себе уже гарантировали Белшина и Смолевич, а вот обладатель третьего места определится только по итогам заключительного 30-го тура. У Руха и Локомотива одинаковое количество баллов. В 29-м туре конкуренты синхронно победили на выезде. Железнодорожники были сильнее Слонима 5-0, а Руха обыграл волну 4-2. В 30-м туре Локомотив дома сыграется с Малевичами. Брестская дружина ждет в гости Спутник. Кстати, для Речицкой команды этот поединок будет не менее важным. Спутник претендент на 5-е место. Матчи 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге пройдут 23 ноября. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.